Микс Ньюс Блондинки не шутят На Радио Болтком По пятницам после шести вечера Тема программы Интернет или телевидение Как вы получаете информацию И кому больше верите Всем привет Уже пятница Тему вы только что слышали Интернет против телевидения Но мы конечно же Сейчас должны повиниться И сказать, мы забыли про радио Потому как мы собственно на волнах Радио Болтком Будем обсуждать эту тему Но ничего, переживем В студии Лена Лукьянова И Кюля Писпани С нами по скайпу сегодня Алексей Пивоваров Главный редактор телеканала РТВА Автор ютуб-лога редакции Леш, привет Привет И к сожалению, наша гостья Которая должна была прийти сегодня в эфир Она заболела у нас в Латвии Ходит какой-то вирус Огромное количество заболевших детишек И взрослых Но будем надеяться Что до следующей встречи Она к нам придет Телефоны прямого эфира 672-12-939 672-13-939 Звоните, рассказывайте Каким образом вы получаете информацию Из интернета Или из телевизора Мы запустили, конечно Как водится, опрос На странице радио Болтком Удивительный Ну то есть он совершенно не удивительный Для нас Но может быть кого-то удивит Для тех, кто предпочитает телевидение На данный момент процент выбора такой 99% получают информацию из интернета 1% получают информацию из телевизора Леш, ты Удивительным образом Для Наверное, тебя самому Я помню Твою первую программу Твой первый блок Влог редакции Где ты говорил, что Отсталые слои населения Уже облатились в джинсы Ты ярчайший представитель И телевидения Ты его делаешь уже очень много лет Делаешь успешно Ты один из лучших и ведущих редакторов Российского телевидения И теперь еще ты и ютюбер Как тебе был этот переход? Ну, непросто С вами тоже говорить непросто Потому что я себя слышу с задержкой Окей Ну, на самом деле Этот переход давно у меня состоялся Я уже В общем-то пять лет Больше пяти лет, шесть лет Уже ушел с большого телека Я занимался всякой разной менеджерской работой В том числе диджиталом И для меня Вся эта история про телек и интернет Уже, мягко говоря, совсем не актуальна Потому что Мне кажется, сам вопрос Телевизор или интернет Но он так года из 2000 Может быть, 15-го Самое позднее Потому что В общем, уже все понятно Что нет никакого противостояния Телевизор и интернет Это все абсолютно придуманная история И телевизор И там, скажем Соцсети И смарт-ТВ Это все на все Разные платформы Доставки Контента Вот и все И в этом смысле Нет никакого противостояния Телевизора против интернета Когда люди говорят Я не смотрю телевизор Это значит, что они не смотрят Линейный эфир Но они, конечно, потребляют Телевизионный продукт В Ютьюбе Или где-нибудь еще В сети Ну и как бы Условно говоря Если я Не смотрю телевизор Но смотрю Шоу Ваню Урганта Я телезритель или нет? Конечно, да Вот Поэтому В целом Интернет Или линейное ТВ Это большого значения не имеет Это просто Разные каналы Доставки контента И Собственно Тот, кто владеет контентом И правильно его переупаковывает Для разных платформ Тот и на коне Ну, ты знаешь Я все-таки немножко Подправлю свой вопрос Я некорректно его задала Потому что у нас Тема-то не просто Телевизор против интернета Это понятно, что интернет Уже давно все победил И весь телевизор В нем же и сидит А вопрос Откуда вы получаете информацию И огромное количество народа Все равно мы знаем Например, далеко ходить Не нужно Мои родители, например И очень многие родители Основная электоральная база Многих стран Получают информацию Именно из телевизора Они из интернета Ну, это не технологический вопрос В России отсутствует В массе своей Отсутствует спрос На альтернативную информацию И это никак не связано С распространенностью Или свободой доступа К интернету В России Кто угодно В любой момент Может получить Альтернативную информацию Не ту, которая идет По федеральным каналам Люди просто не хотят Этого делать Это не связано С технологией вопрос Почему ты думаешь Они не хотят? Ну, я бы даже не сказала Хотят, потому что Они вполне удовлетворяются Тем, что Рассказывают им Федеральные каналы А, в смысле Мы хотим слышать То, что мы хотим слышать Конечно Мы не хотим знать Про то, что Про то, что Что-то не так Нам проще Поверить В то, что Нам рассказывают Спрятать в очередной раз Голову в песок Который оказывается Бетоном И Ну, как Максимально Оттянуть момент Неприятных Неприятного Познания Который понимают Все уже Совсем близок Ну, вот Мне почему-то Так не кажется Вот почему-то Мне так не кажется Вот общаясь По крайней мере Со студентами Общаясь С людьми Разных Нет, а при чем тут С студентами? Минуточку Студенты тут ни при чем Мы говорим про людей Которые получают информацию Из телевизора Это старшие возрастные группы Студенты как раз Получают информацию Не из телевизора Ну, я-то в основном В телевизоре Телевизор я вообще Выключила давным-давно А вот Я вспоминаю Своё детство И такой Замечательный Писатель Игорь Можейко Известный всем Как Кир Пулычев И вот Когда я читала В детстве Про Алису Которая Включала Новости Тогда Когда она Хотела их послушать А нам Новости выдавали Только в определенное Время суток Я думала Какое-то далекое будущее Какая счастливая девочка Это Алиса Селезнёва Она может новости В любую секунду Слушать И сейчас я Такой же счастливый человек Я считаю Что доверие К телевизору Или к интернету Оно базируется На действительно Вы совершенно правы Лёш На любознательности человека Вот на факт-чекинге Мы хотим новости Мы хотим разные новости Мы проверяем новости Мы хотим Хотим ту информацию Которую мы выбираем Сами Это не разница Даже между носителями А между Возможностью Выбирать И это элемент Свободы Давайте Послушаем Дозвонившихся Алло Здравствуйте Вы в эфире Добрый вечер Вы знаете Какая вещь Вот Алексея Пивоварова Я практически Ну 5-6 раз в неделю Вижу По телевизору На ТВ Вот Есть у меня Канал Дождь Есть у меня Украинские каналы Есть у меня Канал Это Требака Да Как он там И есть у меня Канал Евроньюз Сейчас Сколько могу Переварить Извините Информация И зачем Обязательно Мне Лично Я человек Как раз Этого Ну Постарше вас Пожилой Я человек Да Вот И сколько Я могу Усвоить Этой информации И еще Компьютер У меня конечно Тоже есть Да У меня уже Не хватает Хоть я Свободный человек Но у меня уже Не хватает Времени Чтобы все Посмотреть А выводы Делать Мне вполне Достаточно Того Что есть В телевизоре Другой вопрос Что может быть В России Нету Такого выбора Да То я Что могу Сделать Поэтому я Не думаю Что Пивоваров Абсолютно Прав Что Алексей Извините Вот Что Нету Соревнования Такого Между Компьютером Кому что Удобнее Вот И весь раз Довольф Мощер Спасибо за ваше мнение Леш А вот Скажи пожалуйста Тебе Перешедшему Границу Телевидения Ютуб Как ты считаешь По-другому Подается Информация В Ютубе По-другому Ты делаешь Программы Не так Как на телеке Я кстати Сегодня Посмотрела Твою программу Про благотворительное Отличное Спасибо Ну Спасибо В целом Если Ну Не очень Корректно Говорить Как подается Информация В Ютубе Ютубе Приходит Приходит Мы Все Подаем Информацию Так Как Считаем Нужным И в этом Большая Главная На самом деле Прелесть Ютуба Что в отличие от телека Там нет никаких Форматов Устоявшихся Тот формат Который ты сам Себе создаешь Если аудитория Принимает И смотрит Значит Вот Он и формат А на телек Ты всегда приходишь И ты должен Встраиваться В какой-то Имеющийся формат Вот И в этом смысле Мне Ютуб Жутко нравится И конечно Если говорить Уже конкретно Про мой Продукт Канал Редакция То в целом Содержательно Это то Что раньше Называлось Большим сюжетом В какие-нибудь Там Намедневские Времена Но конечно Если взять Словом говоря Сюжет Который я делал Когда-то Для программы Намеднев Выложить в Ютуб И его никто Смотреть не будет Потому что Его нужно По-другому Упаковать Его нужно По-другому Сделать Ну там Без закадра Условно говоря С другими Приемами Но это вопрос Формы и подачи Содержательно Содержательно Это Конечно Ну как бы Журналистская история И суть Суть его Она не меняется А то что меняется Это та самая Переупаковка Которую я уже говорил Вот ты кстати Очень важно Отметил Вещь о том Что это Журналистская история Но мы знаем Что Героями Ютуба Первыми Да Это сейчас уже Журналисты туда пошли А сначала Героями Ютуба Были совсем не журналисты Это были Совершенно Никому неизвестные Мальчики и девочки Которые там Не знаю То ли распаковывали Подарки Бесконечно Набирали Миллионы Просмотров То ли учили Красить губы И говорили Какая помода Лучше Как ты думаешь Какое развитие Дальше будет У Ютуба И будет ли вообще Развитие Ютуба Так как там уже все Нельзя говорить Так нельзя говорить Распаковка И бьюти-блогинг Все то Что ты упоминаешь Она и была И есть Она и будет И это Нельзя сказать Что сначала Была распаковка И каналы Про губы А потом появились Там Типа Парфенов пришел Нет Нифига подобного Ютуб Огромная платформа Там разные Совершенно аудитории Которые никак не пересекаются Аудитории Которые смотрят Парфенова И аудитории Которые смотрят Всяких Молодых Тинейджеров Тинейджеров Блогеров Это совершенно Разная аудитория Они нигде не пересекаются И кстати Аудитория тинейджерская Во много раз больше Чем та Которая смотрит Парфенова Вот И И это Абсолютно Разная история Это не история Про Как бы Поступательное развитие Это история про то Что платформа расширяется И там все больше И больше Разного предложения Там сначала было Только вот Это А потом появилось еще и вот то А потом появилось еще и треть И так далее И так далее Это история про увеличение предложения А никак не про развитие История про развитие Выглядит по-другому Вот если взять Скажем Ну возьмем Ну возьмем Эрика Давидовича Такого Одного из самых топовых Ютуберов И над ним там сейчас принято Потешаться Совершенно зря Потому что Он Делал Такой профессиональный контент С точки зрения Того просто Как это сделано Это автообзоры Если кто не знает Так вот От простеньких Видео Где он просто Что-то сидел И комментировал Он приходит к Очень сложным Постановочным съемкам Многокамерным С коптерами С запиканным матом Кстати Если говорить Про Нецензурную лексику То есть Все движется В сторону Профессионального контента Профессионализация Ютьюба Вот это вот Действительно Важный тренд О котором Стоит упоминать Я бы с тобой Кстати поспорила Потому что Когда ты говоришь О том Что это совершенно Не перетекающаяся Аудитория Например Если взять трюк Ну или Или инструмент Который Смог использовать Юра Дудь Да Который сначала Набрал себе Аудиторию Юра Дудь Это исключение Из всех правил Юра Дудь Как раз И Выстрелил тем Что он Исключение Ему Одному Удалось Подгрести Все аудитории Которые только Есть в русском Ютьюбе И аудиторию Шоколоты За счет чего У Юры Такая огромная Аудитория Общая И аудиторию Умных За счет того Что после интервью С рэпером Он стал брать Интервью У Навального И Все аудитории Они у Юры Юра такой Один Других таких Нет ни одного И в этом Абсолютно Юрина уникальность Но по нему Делать Обобщающие выводы Категорически неверно Потому что он Это как раз Случай Исключение А все остальные В Ютьюбе Включая Меня Работают На определенные Целевые аудитории А ты не хотел бы Ее увеличить За счет той же Самой Школоты Можно просто Тогда применить Какие-то трюки Это странный вопрос Ну что значит Хотел бы или не хотел Я делаю контент Который Который я умею делать И от производства Которого Ловлю кайф Чтобы Производить Контент Для Школоты Это нужны Совсем другие Скиллы Понимаешь И ну То есть Очевидно Я не могу соревноваться С тинейджерами Которые там Снимают На телефон Как они сидят С друзьями Или подругами И обсуждают Whatever Но это тинейджер Который обсуждает Whatever Еще раз Хотеть или не хотеть Это неправильная Постановка вопроса Но он же может Точно так же Могу ли я что-то Предложить Тинейджерской аудитории Это большой вопрос Мне кажется Что Типа Мой-то контент Он на 25 плюс Я с этим в общем Окей Абсолютно Потому что Эта аудитория Тоже растет Мы должны все Ну привыкнуть К тому что Не будет больше Всесоюзного Телевидения Где все аудитории Сидят у этого телека Вот это только Юрию Дудю удалось А все должны работать На свою какую-то аудиторию Это норм Не надо пытаться На все аудитории работать И потому что На самом деле Я тебе скажу Еще одну важную вещь Нету Нету прямой связи Между тем Сколько ты зарабатываешь И количеством Твоих просмотров Потому что Аудитории Весят С точки зрения Там рекламных Размещений Абсолютно по-разному Аудитория Школоты Она очень обширная Но она плохо Монетизируемая Потому что Это не очень платежеспособные люди Аудитория 25-45 мужчин Она менее многочисленная Но более монетизируемая Именно за счет того Что как правило Эти люди совершают Все основные покупки В интернете Вот То есть это сложный механизм Это не очень линейно И все же Все время Вот тянет Пока еще Наверное Через несколько лет Этого совсем не будет К этому вопросу А все-таки Где мы берем информацию Там или там Почему Почему все-таки Телевизор пока еще Даже Он еще не совсем ушел Да Один процент Но он его смотрит Как мы перемогли Почему этот вопрос Вообще возникает Кому доверять Или это все-таки Из области Настоящие СМИ Не настоящие СМИ Что такое настоящие СМИ С другой стороны Весь интернет Точно так же забит Фейковыми новостями Какими-нибудь Которые Потому что Если у тебя нет Специальных скиллов Там да Ну журналистских Или разумных Просто проверить Откуда растут ноги У этой новости То ты можешь Уже не раз Например Мои какие-то приятели Которые не сильно следят За новостной повесткой Напарывались На вот такое же Да Они до сих пор верят Что президент Этот Берден Мухаммедов Помер Да Ну например Нет Я-то Я-то принимаю Все прекрасно Я понимаю Что для России Вопрос Кому мы доверяем Интернету Или телевидению Он не только В лене Слушателей Телевизора Он еще В недобросовестности Тех журналистов Которые сегодня Работают на государственном телевидении Потому что Они не выполняют Свою функцию И задачу Средств массовой информации Настоящих Средств массовой информации Мы прервемся Буквально На несколько минут Не переключайтесь Мы знаем Вы слушаете Радио Болткома Продолжаем разговор В студии Лена Лукьянова Кюля Писпанин С нами по скайпу На связи Алексей Пивоваров Главный редактор Телеканала РТВА Автор Ютуб Программы Редакция Телефон Прямого Эрфира 672-12-939 672-13-939 Мы обсуждаем Тему Кому Вы доверяете Откуда Вы черпаете Информацию Из интернета Или из телевидения Дело в том Что Вот например Мы уже Обсудили В первой части Программы О том Что В основном Более взрослые Населения И поколения Черпают информацию В телевизоре Но проблема В том Опять же Только что Мы в перерыве С Леной Успели Это обсудить Что Информация В телевизоре Зачастую Ну если мы говорим Про Россию Очень сильно Цезурировано Так скажем Цезурировано Искусственно Создано То есть Мы должны Говорить о том Какова роль Ну как минимум Новостных СМИ Я не говорю Про спортивную Я не говорю Про культуру Но вот новость Цель задачи Журналиста Настоящего журналиста И что мы будем Говорить о настоящих СМИ Какие СМИ Фейковые Какие Пропагандистские Потому что Цель журналиста Ну как мне кажется Я все таки Не журналист Но занимаюсь Свободой Словой Свободой СМИ И на мой взгляд Цель Задача И профессиональный Критерий Журналиста Это принести Новость Какова бы она Не была И дать разные Точки зрения На эту новость Честно Дать Разные точки зрения Честно Донести Информацию Не думая о том Навредит это власти Не навредит это власти Посеет это панику Не посеет это панику Это вот Это важная задача СМИ Скрыть новость Преувеличить новость Исказить новость Образить А вот По-моему Пять лет у нас было Да Вот этой новости Про распятого мальчика Большая статья В новой газете Опубликована Про эти фейковые новости Про Этот вот Пропагандистский накал Который с помощью Определенных Политтехнологий Создается в средствах Массовой информации Это что Это что Это как в мире Сегодня оценивается Я считаю Что это Оценивать Нужно оценивать Как нарушение Свободы Средств массовой информации Это недобросовестная информация Отсюда идут Информационные войны Отсюда идут Серьезные Такие Межгосударственные Даже противостояния Вы все врете Вот И поэтому Конечно Еще больше Уход населения В интернет Потому что Не хочется Слышать это Вранье Нес Хочется слышать Этот накал Хочется искать Свою информацию А не ту Которую тебе Приносят На недобросовестной Государственной Тарелочке Во многих странах Пытаются сейчас Решить вопрос Фейк-ньюс Выделяются Даже бюджетные Деньги На то Чтобы На разоблачение На разоблачение Фейк-ньюс Леша Как ты считаешь Такие Траты Осмысленны Или Все-таки История сама Решит Что Человеку Смотреть В этом интернете И верить Тому Что там Пишут Или не верить Я считаю Что вы Сейчас Обсуждаете И пытаетесь Противопоставить И сравнить Синее И холодное Причем здесь Телевизор И интернет И причем Здесь Так сказать Фейк-ньюс Фейк-ньюса Полно и в интернете В интернете Его даже больше И я вам напомню Что фабрика троллей Она не в телевизоре Работает Так я про него Как нас и говорю Про интернет И говорить о том Что люди Смотрят телевизор Там ложь И они идут в интернет А там правда Ну чушь Нет Такого нет Во-первых Мы не видим Что люди Идут в интернет За правдой Люди идут вообще В интернет За развлечением Прежде всего За тем же Зачем и в телек Нету никакого Похода за правдой Мы вообще Никого не наблюдаем Если говорить про Объем фейков И лажи В интернете Он больше Чем на телеке Я вам скажу Даже на российском Вот И в этом смысле Даже и в России Есть из чего выбрать В телеке В классическом Есть телеканал Дождь Есть телеканал РБК В принципе Опять же При желании По телевизору Можно все это услышать Правдивое Так сказать Вот Если говорить про Фейк ньюс Как злонамеренно Есть же просто Инфошум Есть Новости Которые взлетают Не потому что Кто-то их специально Пушит И раздувает С каким-то Со злыми намерениями А есть просто Ну как бы То как устроено Современное Массовое сознание То как устроено Современные медиа Есть кликбейт Есть стремление Получить Как можно больше охват И как можно больше аудиторию Потому что все это Монетизация Нельзя все это Валить в одну кучу И говорить Что это все Фейк ньюс С которым нужно бороться Если же говорить Про действительно Такой фейк ньюс Который Создается С Ясной задачей Внести Там сумятицу В какой-то процесс Например В американские выборы Или Не допустить Выхода людей На улицу В Москве То есть Ну как бы Сознательное Манипулирование Общественным мнением Там пропаганда Или там Буллинг Троллинг Запугивание Это все как раз В интернете Больше чем на телеке Просто в интернете Это все более тонко Выглядит Даже не тонко Это неправильное слово В интернете Больше вариантов Как это можно достичь На телеке На российском Сейчас стало все Очень так Весомо грубо И зримо Все очень кондово Стало то что Профессионалов Мне веду На телеке Не осталось И в целом В общественном Политическом вещании В журналистике Собственно Профессионалы В пропаганде Там конечно есть Ну вот в разных странах В том числе В Латвии Все время идет спор Нужен доступ Допустим К первому Балтийскому каналу Это Ну фактически Первый канал Да Нужно или нет Запрещать Там Россию 24 Почему Почему Ну потому что Это глупость Вот запрещать что-либо Это глупость И Очень обидно Что Балтийские В балтийских странах Повторяют самые тупые Совковые приемы Запретами Не решить никакой Проблемы Никакой Потому что В современном мире Человек Если хочет получить Информацию Если я сторонник Теории заговора И считаю Что там Башня Близнецы Взорвало правительство США Там Не знаю Всем правит Мировая закулиса То Ограничивай мне Не ограничивай Я все равно Найду где найти Подтверждение Этой версии И буду про нее Писать во всех Своих соцсетях Вот То есть Ну Смысл Запрещать что-либо Сила российской Пропаганды Я вот Многим Это пытаюсь Рассказать То есть Вот есть же Там Целые программы Противостояния Российской пропаганде Russia Today Мы сейчас Должны запустить Правдивую Телеста Мы сделаем Вот там Мы должны Потратить еще Миллионы-миллионы Долларов На канал Настоящее время Потому что Это противостояние Русской пропаганде Да ерунда Это все Это вообще Не про то Потому что Сила российской пропаганды Телевизионной Знаете Хотите я вам скажу В чем она Да Она вовсе не в том Что Катя Андреева Как-то особо убедительно Что-то доносит Там Или что Маргарита Симоньян Это демон Каких-то фейк-ньюс Да нет Это вообще Не так Сила российской пропаганды В том Телевизионной Конкретно В том Что она Упакована В высококачественный Развлекательный Энтертеймент-контент Мирового уровня Программа Время Где содержится пропаганда Упакована В высококачественные Вокруг нее Стоят Высококачественные Ток-шоу Высококачественные Сериалы Высококачественные Игровые форматы Люди Это смотрят Люди приходят За развлечением И невозможно Создав просто Какой-то телеканал Противостоять Мощи этой пропаганды Потому что люди Как бы потребляют Общий продукт Первый канал И заодно Заодно Они там потребляют И пропаганду Понимаете Вот То есть это Комплексная проблема Просто запретив Первый канал Вы Перекроете людям Доступ к Высококачественным Развлечениям А с чего вдруг Почему В том-то и дело Что вы же не можете Запретить На территории Балтийских государств Вещание только Программы Время Условно говоря Можете наверное Запретить канал Россия 24 Но там Таких зеркал Канал 24 В российском Телеэфире Полно Вот Поэтому Запрет Это самое глупое Что можно сделать Да я-то вообще Противник любых запретов Честно говоря Да И поэтому собственно Я переформулирую вопрос Видимо не донесла Я его до тебя Я спрашивала Как раз таки Нужно ли бороться С фейк-ньюс В интернете Не на телике Не на Антипропаганда Сейчас выделяется Огромное количество денег На то Чтобы бороться С фейк-ньюс В интернете Ну опять же Это Вечная Вечная Будет Как бы Так же как с гонкой вооружения Мы создаем оружие Там создается противооружие Мы опять создаем оружие И так далее И так далее Бесконечность Так же и с борьбой С фейк-ньюсом В интернете В принципе Надо голову На плечах иметь И понимать На самом деле Ведь не так сложно Отличить Фейк-ньюс От не фейк-ньюс Если хотеть И разбираться То это достаточно Просто сделать Факт-чека Никто не отменял Вот И Собственно В принципе Журналистика Переживает Огромный кризис Сейчас Связанный Вовсе не с госпропагандой А связанный И не с цензурой А связанный с тем Что В современном Технологическом Информационном пространстве Журналистам И источникам информации И источникам новостей Может быть кто угодно Просто тот Кто оказался Рядом с местным событием И снял событие И снял его на мобильный телефон И Как бы Ну Ценность репортера Она девальвирована Страшно этим И СМИ Очевидно Превращаются В такие Клубы по интересам Куда аудитория Приходит Послушать приятную Ей аудиторию Точку зрения Например Там Либеральная аудитория Пойдет на их Москвы Или на телеканал Дождь А консервативная Аудитория Включится Лавьева И именно так Работают Современные СМИ Это Это клубы И собственно На уровне потребителя Обычного Борьба с фейк-ньюсом Тоже не Ну как бы Не так уж сложна Выбирай себе Кому верить Иди ему И верь Вот И собственно Так и происходит Понятно Что Там Если я заинтересован В том Чтобы Получать Непредвзятую информацию И объективные новости Как я их понимаю Я пойду Почитаю Медузу Наверное Вот Или Или там Или Не знаю РБК Вот Или РТВА Но в целом Знаете Объективность Тоже вещь такая Ну достаточно Относительная А кто-то скажет Что Что программа Время Это объективность Да и пусть смотрят Свою программу Время Я не вижу В этом большой проблеме А давайте послушаем Еще дозвонившихся Где вы получаете Информацию Расскажите пожалуйста Алё Добрый день Александр Ну Знаете Действительно Сейчас Информация Как вы говорите Потребление Так режется Ухо Это слово Ну потребляют Как бы Продукты Некачественные А информацию Все-таки Получают Так вот Я получаю Информацию Конечно Большей частью Сейчас Из интернета И естественно Вот правильно Ваш гость Там сказал Что Каждый Выбирает Так сказать Себе То что он Хочет Вот я Выбираю Тех людей Которым Я доверяю Ну конечно Не Дудя Кто такой Дудь Вообще Странный Человек Какой Вот я знаю Например Николай Николаевич Платошкин Заслуженный Дипломат Грамотнейший Образованный Человек Доктор Наук Я ему доверяю Вот Михаил Васильевич Попов В Петербурге Вот я ему доверяю Я доверяю Например Евгению Юрию Шпицыну Вот я ему доверяю Я выбираю Людей Которых Я выбираю И я Потребляю Как вы говорите Это Слово Терпеть не могу В своем клубе Свой контент Да Большое спасибо Собственно Подтверждение Того что Сказал Леша Алексей Пивоваров Который с нами На линии Прямой связи По скайпу Леш Как ты думаешь Всегда есть Какая-то мода Мода на какие-то площадки Кто-то сначала Начинает Пользоваться Кто-то Тиктоком пользуется Кто-то Говорят Вся Юная Молодежь Кто-то В ютубе Сидит С утра до ночи Будет ли Продолжать Развиваться Эта площадка И захватывать Все больше Аудитории Или что-то В следующем году Что-то новое Появится И не нужно Зацикливаться Только на одном Ютьюбе Ну Ютьюб В России Стал Альтернативным Телевизором Это прям Очень интересная Тенденция И пока Ей Конца Не видно Безусловно На Ютьюбе Свет клином Не сошелся Обязательно Что-то появится Новое Альтернативное Вот Понятно Что там Ну геймеры Например Сядут на своей Платформе Упомянутые Тиктокеры На своей Но в целом Ютьюб Это такой Сейчас Если говорить Про Русский интернет Вот в мире Русского интернета Ютьюб Это такой Сейчас Первый канал Вот С тем только Отличием Что Создавать Контент На этот Первый канал Может прийти Кто угодно Вот А не только Те Кого выбрал Константин Эрнст Условно говоря Вот И В этом смысле Я думаю Что Ютьюб Это не Мода Ютьюб Это Прогресс Технологии И Пока Жду рано Говорить о том Что этот тренд Как-то себя исчерпал Скорее наоборот Без стоп-листа Телевидение Без стоп-листа Ну Без стоп-листов Смотрите Очень много Разного телевидения Внутри Ютьюба Разного контента Понимаете Нельзя говорить Нету противостояния Ютьюб Против первого канала Нету Потому что Первый канал Это организация Со своими правилами Со своими форматами И со своей Государственной политикой Которую они проводят Ютьюб Это просто платформа Вот Которая Приемлет И Такие взгляды И сякие взгляды И таких блогеров И сяких блогеров Они следят только за тем Чтобы не было прямого нарушения законов Не было там Порно И всего прочего А В целом Любой контент Который может найти Свою аудиторию Он на Ютьюбе Очень Востребован Ну то есть Он засходит на Ютьюбе И аудитория Конечно туда и приходит Давайте еще послушаем Дозвонившийся Алло Здравствуйте Вы в эфире Добрый вечер Большое удовольствие Повторяю вашего гостя Два вопроса Какого Прокомментируйте Пожалуйста Технический Такой аспект Примерно Может быть вам радио Потише сделать Алло Не получилось Я не поняла Если честно Что Я только Слышала Что очень понравился Наш гость И было желание Какой-то технический момент Прояснить Но какой мы не поняли Леша Смотри Аня Качкаева Буквально на днях Написала пост О том Как Про приемные экзамены На журфак Ну и там Рассказывала О том Собственно Кто Откуда Потребляет информацию По вопросам На этих приемных экзаменах Телевизор В основном Не смотрит Это Поясню 17-19 летние Битуренты Только если Там с бабушками Дедушками Какие-то новости По первому каналу Но При этом При всем Отдельно Отмечено Что пятницу Телеканал пятницы Они смотрят Как ты думаешь Почему Потому что Николай Картозия Смог сделать Успешный кейс Телевидения Для интернета И телевидения Провязанного с интернетом В первую очередь Провязанного с инстаграмом Потому что интернет Это слишком Широкое определение Суть Если Если Говорить Очень коротко У Коли Получилось Сделать Инстаграм Телеканал И Аудитория И рекламные бюджеты Провязаны У Коли Между Кольным эфиром И инстаграмом Его Селебов Эфирных И это Абсолютно Уникальный кейс Коля большой Молодец Хотя И на пятницу Тоже Аудитория сокращается То есть Идти против Как бы Общей тенденции Того что люди Все равно Потребляют Он демант И все равно Потребляют В сети Невозможно Еще раз Попробуем Послушать Дозвонившихся Алло Здравствуйте Алло Нет Все таки Что-то Сегодня у нас Срывается Какой-то Меркурий Видимо Ретроградный Смотри Мы Мы говорим Ну Достаточно Достаточно Уже Несколько лет Достаточно Давно О Неком Затухании Интереса Вообще К большому Телевидению К большому Телеку Аудитория Уходит В интернет В основном В основном Молодежная Аудитория Туда уходит Но И Пожилые Люди Тоже Начинают Потреблять Другие Продукты Может Случиться Такое Коль Картозе Удалось Развернуть Интерес Все-таки К своему Телеку Может Случиться Обратная Ситуация Может Случиться Какой-то Будет Найден Новый Инструмент Заинтересующий Публику Который Вернется К большому Телевидению Ведь Все-таки Это Многомиллиардные Индустрии Которые Совсем Не хотят Умирать И терять Свои Деньги Я Вообще Не очень Знаю На чем Основан Вывод О том Что аудитория Массово Уходит Из Больших Каналов В интернет Это неправильный Тезис Происходит Сегментация Аудитория Уходит С больших Каналов Которые Обслуживают Широкие Массы Телезрителей В нишевые Каналы В том числе В кабельное ТВ В IP ТВ Но И в нишевые Каналы Которые Ну условно говоря Был раньше Большой Первый канал На нем Была одна Какая-то Программа Про рыбалку Потом появился Канал охоты И рыбалка И соответственно Часть аудитории Которая интересовалась Рыбалкой Пошла туда А потом появился Отдельно канал Рыбалка на удочку Рыбалка на блесну Вот И это называется Сегментация Аудитория Сегментируется Она не уходит Массово В интернет Более того Что значит Уход в интернет В интернете Она потребляет Те же самые продукты Потому что Скажем Диджитал первого канала Очень неплохо растет Я вам скажу То есть люди Потребляют те же самые Ток-шоу И те же самые Того же самого Вечернего Урганта В интернете Вот И нету противопоставления Что сегодня мы смотрим Телевизор А сейчас мы перешли В интернет И там какой-то другой контент Тот же самый контент Во многом Не только Но во многом Это тот же самый контент Переупакованный Или не переупакованный Вот Если же говорить Прямо отвечать На твой вопрос Умрет ли телевизор Как платформа Конечно нет Потому что Есть Некоторые форматы Которые Для этой платформы Идеальны И они не будут Заменены Никакими другими Например Спортивные трансляции Например Прямоэфирные шоу Типа голоса Когда голосует аудитория Вот Например Ток-шоу для домохозяек Потому что Всегда будут домохозяйки Которые в реал тайме Хотят Перемыть кому-то Косточки И Эти форматы Они как раз Будут востребованы В первую очередь На линейном Классическом ТВ Вот И нету Тут еще раз говорю Никакого противоречия Между интернетом И телевизором Попробуем еще раз Послушать Дозвонившихся Алло Нет Сразу в следующий звонок Алло Здравствуйте Добрый вечер Это снова я Да Два вопроса Вопрос первый Принимаете ли вы Тот факт Что технический аспект Современных новостей Вообще В принципе Не обойти Машины в интернете Будут больше акцент делать На те новости Где больше просмотров Какими-то они тупыми Или плоскими не были Вас так называемый В ад Или в даун Закинет сама машина Новость Поисковой системе И покажет вам Именно новость Какая бы Еще раз повторюсь Она не была Вы покажете Сверху выйти Или снизу Это Первый вопрос А второй вопрос Прокомментируйте пожалуйста Уровень современной Профессионализма У молодых журналистов У молодых создателей Контента Для телевидения Допустим Интернет газет И так далее Насколько он изменился Спасибо большое Ну По порядку Что касается машин И новостей Значит Тут Некоторым образом Вы Все смешали В кучу Есть агрегаторы Которые действительно Реагируют на то Что сейчас Наиболее активно Потребляется Они действительно Вытаскивают в топы То что больше всего Комментируют И то что больше всего Просматривают Если мы сейчас Даже полностью Оставим в стороне Факт манипуляции Такими агрегаторами Факт подкрутки Которые например Ну очевидно Что был перенастроен По политическим причинам Прекрасный Некогда Агрегатор Яндекс.Ньюз Новости Яндекса Ровно потому что Он выдавал в топы Новости Которые не нравились Администрации президента Вот Яндекс горячо Это отрицает Но всем более-менее Это очевидно Что там перенастройка Была произведена И сейчас Яндекс.Новости Вообще никакой А никаким Модным и трендовым Продуктом не являются И машин тут Абсолютно ни при чем Если же говорить про Ну как бы Вот Оставляет все за скобкой И говорить Собственно только про машины То В любом случае Есть Есть же сайты Где И есть в интернете Каналы Где Только про Скажем Серьезные политические новости И там вы можете Их получить В любом объеме Есть опять же СМИ Которым вы доверяете Вы например доверяете Выбору Новостей Которые делает Для вас Медуза И вы туда идете И вы там Их эти новости Читаете Совершенно тут машины Ни при чем Это делает всегда Человек Вы доверяете Той редакции И тем Людям Которых вы Считаете Достойным Своего доверия Вот И это не про машины Вопрос Что касается Второго вопроса Про профессиональный уровень Ну я Как бы За весь мир И в частности За Прибалтику Сказать не могу Потому что Не знаю Что касается Про профессионального уровня Российских журналистов Он Понятное дело Крайне Крайне Удручает Потому что Давняя проблема Того что В России Никогда не было Адекватной системы Обучения журналистов Потому что Обучение журналистов Оно всегда связано С работой В какой-то реальной редакции Это все равно Как учить Водить Только в теории На журфаке Вот Я бы журфаки Вообще закрыл Если честно В том виде В котором они существуют Они не нужны Примерно ни для чего Кроме как Для создания Амбициозных Людей Которые Ни черта не умеют Вот На выходе Ровно так И никак иначе Поддерживаю И вторая причина По которой Рынок деградировал Это конечно Многократные Политические Политические события Связанные с цензурой Закрытием того Смиссии Восми Уходом той команды Уходом сессии Еще и команды И конечно люди Которые хотят жить Комфортно Спокойно И зарабатывать Нормальные деньги Они просто меняют Профессию Талантливый человек В общем-то И в пиаре Прекрасно себя проявит Вот моя хорошая Подруга Марьяна Максимовская Которая вела Прекрасную программу Когда-то на Старом НТВ Потом на РЕН-ТВ Вот она сейчас Как вы знаете Глава Агентства Пиар-агентства Михайлов и партнеры Президент Очень преуспела Молодец Думаю что В целом Она скучает По журналистике Но конечно В журналистику Она уже На современном этапе Не вернется И это проблема Не Марьяна Максимовская И еще звоночек Алло здравствуйте Добрый вечер А вот скажите Мне пожалуйста Вот в Латвии В России Я так понимаю Все таки Многие очень смотрят Программу Киселева и Соловьева А вот объясните С профессиональной точки зрения Или человеческой А почему их все так ругают И говорят Что они очень плохие Журналисты И всю информацию Которую они Преподносят Зрителям Она ложная И неправильно Хотя Можно я Чуть-чуть Отвечу На этот вопрос Потом Леша Меня поправит Если я не права Я была Одним из любимых Ну гостей На передаче Соловьева В течении Трех или Четырех лет Просто вот Ну раз в месяц Я была До пятнадцатого Года На передаче Соловьева И вообще Во многих Ток-шоу И После Крыма После Вот Начала Серьезной пропаганды На российском телевидении Это не значит Что меня Перестали приглашать Меня приглашают До сих пор И очень часто звонят Уже не иду я Потому что Мы там Стали мальчиками Для питья Люди С другой точкой Зрения Маломальски С другой точкой Зрения Чем требовалось Государству При том Что сам ведущий В кулуарах Тебя будет любить Холить Лелеять Говорить Да ты моя прекрасная А в самом эфире Над тобой будут издеваться Об тебя будут вытирать ноги Тебя будут затыкать Тебя будут чуть ли не выгонять Из студии И большинство Из нас Из тех Кто ходил Ну там всегда Несколько точек зрения С одной из точек зрения Они просто перестали туда ходить Осталось несколько героев Типа Леонида Гозмана Типа Сергея Станкевича Типа Бориса Надежды На которые все-таки Упорно ходят Об них вытирают ноги Над ними издеваются Им хамят Но у них есть позиция Что они должны нести Эту точку зрения Вот я не готова Быть вот этим мальчиком Для битья И вот так Получилось Что ты с точки зрения Профессионального журналиста Можешь ответить на этот вопрос Ну очевидно Что в моей картине мира Это конечно пропаганда Потому что в моей картине мира Подчеркиваю Журналистика Это нечто совершенно другое Можно конечно сказать Что на самом деле Это просто такое шоу И они оба И Киселев И Соловьев Шоумены Может быть И может быть В этом они Вполне себе успешны Мне просто Очень скажу честно Не нравится Как люди На глазах У всей страны Вылизывают Жопу начальству Вот что мне Не нравится Поэтому я не смотрю Киселева и Соловьев Большое тебе спасибо Что был сегодня Целый час В прямом эфире Радио Болтком С нами по скайпу Алексей Пивоваров Главный редактор Телеканала РТВА Автор Ютуб-влога Редакция Лена Лукьянова Кюлик Писпанин Большое спасибо Что были с нами Слушайте нас Обязательно Радио Болтком Проведите хорошо выходные И ведите себя плохо